Я вышел тогда четыре, потом еще один охотничий, один переверчный, потом еще шесть и еще осталось три оплаченных и на этом все. Это означает, что больше заказы не идут, даже этот, ну не капелька рекламы, вот этот для ревши, третий, последний нож для ревши, вот видите, вот, он до сих пор не выкуплен, и этот, и он еще несколько назад для ревши сделан, и на это все. Для огромной страны мне это очень мало, а качество прививки очень-очень важный элемент. Вот, на всех случаях городья, это мое последнее открытие, предпоследнее, сами знаете, это мой друг, с этого самого, с Украины, Валерий Александрович, Последнее, вот он, супер ножи Олега Сыроватка. Вот, я еще надеюсь, после этого вебинара, хотя она сейчас стала еще меньше, потому что рассылка была не полная, вот, но хотя бы несколько человек еще найдется, которые помогут. И человеку, которому волшебные руки, и себе, вот, вот это вот живой реальный человек, кому вам? Валерий Васильевич, добрый день, ну и доставили, режет прекрасно, спасибо. Слушайте, а ну-ка, не волнуй рекламу, что-то я не догадывался, так делать. Сейчас, 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 тебе не догадывался. Ну, что? Ну, еще, ладно. А, выше. Вот это и есть качество. Теперь. Теперь, теперь. Маленькая рекламная пауза. Без этого нам привыкли. Дальше. Очень важный момент. Ребята, сейчас мы один из прямого агротехники рассмотрим по таким углам. Кроме меня, во всей России, а мы на всей планете, никто так не расскажет. Итак, я говорю только о реальных вещах. 6 миллионов бухано. 8 гектаров полностью было закуплено в посылках. Запретили, я еще раз, запретили директору завода очень уважаемому авторитету учебу прислать этот сам автомобиль для того, чтобы закупить несколько тысяч саженцев. Запретили приезжать. Сереги бы так. Вот. Он был бы сейчас. Нет, будем выслать посылками. Вот, выслали. Значит, я могу лучше саженец. Видите, он даже похож на настоящее. Вот. Сейчас поймете, я начинал с другого. Я просто говорю чуть-чуть. Ну, старики могли даже видеть фотографию. Если посмотреть ближе, я же не могу не расплываться, мысли подряд. видите вот эту рану. Читая книгу, у него был агроном. Но агроном, имея агрономическое знание, девушка, имея агрономическое знание, на практике была абсолютно ноль. И вот он, директор, чтобы деньги оправдать, взял книгу раскрученнейшего ученого-садовода. Ученого и автора книги. И один из первых было вот этот. Делать надрезу вот такие вот. Для чего? Рано или поздно дерево лопнет, у него появятся раны. Давай рану нанесем заранее. Вот. Ну, понимаете, это я говорю почти со злобой, что уже надо что-то писать. Вот и придумали один из сотни смертельных агроприемов. Но я даже не об этом. И не то, что я в этих холмах нет и быть не может. Вот. И садили, естественно, в ямках, тоже понятно. Я о другом. Вы видите количество листьев. Вспоминаем, когда я показывал вам эти самые. Вот это, да? Вот. Вот это. Я вам как говорю. Вы же видите, что тут листья с Гулькиным чуть не сказал что. Вот. И точно один год такое может быть. А потом пустота. Всё. На этом кончается валюта. Вот. То есть на этом кончается запас прочности. А вообще всё зависит от площади листьев. Это первично. А теперь давайте посмотреть. У него ну, дальний план плохо видно. Ну, если бы они были облиственные, ну, так, приведите, ещё вот так вот. Вот так вот. Дальний план поставить, сразу глядить. Вот. Я когда ходил по саду, я был ошарашен. Вот они, посмотрите. Их не видно, потому что на них листьев нету. Понимаете, листьев нету. Я выбрал, на котором было максимум листьев. И говорю, ребята, это урод из уродов. Это инвалид из инвалидов. На следующий год если даст немножко просто, а, кстати, просто он не дал. Видите? На этом его карьеру заканчивали. И в том числе из-за той раны, но рана в данном случае неспертельная, она потом скажется. Вот это и всё. Теперь, таким путём здесь это должно быть примерно в 10-20 раз больше. Ну, саженцы видели в Железовске, как возвращаться показать этот лес сплошной, который непроходимый. История потом вспомнил, что у меня есть пример. История, вот опять это законодательный, опять федеральный. Ну, что ты это самое? Во-первых, понятно, что она садит яму, она его набила всё, чего не взберло в голову. У неё тут слева мешки стоят. Слева. Так. Она посадила саженец. Какой? вот настолько плохи дела даже в питомниководстве, что это всё причина на верную смерть или на большую большую такую болезненное состояние. И какие там к чёрту урожаи? Листьев нет. Вот, понимаете, смотрите сюда. Вот они на будущее. Здесь когда делают, здесь и штамп сделали. А на чёрте ему штамп-то нужен. Это же горы, это же город Абаза. Это же метр снега. Вот мы как раз бы по снегу бы прятались. И тогда бы вот эти листья бы спрятаны по снегу вот эти ветки. Так. Они бы были бы слисливые и были бы урожаи. Пусть и все еще форму, но были бы. Абазарх. Это же самый центр город Савянских. Ужас какой-то. Позвоните на карте Абаза. И вот она берёт, выбирает саженец с листьями кругом лето. Разве можно садить? Разве можно лету садить? Догадаться, взять, поставить по одной третьей вдруг почки уже без этих без... Да они вертвые, господи, что там... Но этот сад надо было выбросить. Она не выбросила, она его садит. Это наш уровень. Посмотрели, да? Посмотрели. А теперь противовестно. Приезжает... Мы тоже собирались на этом канале светиться. Мы сады сделали несколько десятков сюжетов. Приезжает телевидение, приезжает сам Кудасёва. Он часто мелькает на этих... Проводит лекции там же в этом. На этом же телеканале усадьба. Собирались светиться и мы там. И вот. Но у нас-то всё наоборот. Ничего в саду делать не надо. Я рассказывал всё, что мало. Хватило на 20 сюжетов. Не показали. Вот. Сказали, что... Что они думали, не знаю. А мне все сказали, что аппаратура устарела во время съёмок и мы оказались вне игры. Вот. И тогда я начал посмотреть ещё раз. Это современное. Вот. Когда я готовил передачу для телеканала для Кудасёва. Вот. Значит, я просто взял телеску. Быстренько в телеску привезете. Тут рядом значит котлованчик тут за раз в землю. отдали две телески лопатой от луж ждём. А дальше при них я выкопал за несколько секунд. В 20 метрах я выкопал саженец из питомника. Так. Вот это смотрите. Середина августа. Рановато, но я-то выкопал скол в земле. Ставился на ком в земле. Понял. Готово. Несколько секунд. А вот с этого священнодействия оно придумано для чего? Для того, чтобы заработать деньги. Но только для этого всё это выдумано, высосано из пальца. Всё это дерево не нужно. Вот. Вот эта вся операция она только вредна, она подла. Просто они этого не знают. Тогда давайте вернёмся к истории. 19 век. Помните, кто-то просил меня? Вот. Хотелось бы лучше узнать. Нашёлся 11 тысяч. По манерку карту раскрываю. Значит, человек сделал холм. Неплохо, да? А в холме, чтобы лучше поливать было, вода не растекалась, он сделал ябку. Если он, если бы тут было написано, я прям это просил. Как? Вот, допустим, садись прижился. Если это яблоня, она не сгерёт за этот период, хотя уже начнёт портиться. Может быть, ну, месяц вот так подержать. В это время корни всё-таки вживутся в землю. Значит, земля контактировать и потом просто взять тяпочку и вот эту вот кромочку убрать и всё. И будет вот так, как у меня. Или вот так. Вот. Или вот так. Или вот я наделась. Вот. Или вот так. И всё. Потому что дальше, смотрите, любая вода, хоть дождь, хоть проливной дождь, хоть как поливайте, вся вода оказывается вот здесь. Ну, допустим, метр, полметра. Там, где ей положено, там, где корни. А здесь поливалась смысла нет. И вот это яма. А ведь это же придумано на века. Смотрите, ребята. я показывал профессора современного доктора наук, вот как бита была в башку. Ничего не изменилось. Ничего. И сейчас в университетах вот так вот учат. Я всегда говорю, вот здесь хитрость. Ну, берите через месяц-два эту хитрость, и я соглашусь с этим. Ну, напишите, чтобы потом убрать вот эту вот раз. Человек взял, старый автор, это его сто лет этому снимку, вот эту фотографию, и рисунку, рисунку сто лет. Ну, возьмите, вот он же правильно взял, при посадке обрезал. Значит, мы можем, если захотим. Ну, а потом сказать, ладно, вот, по такому же сценарию. Вот, представляю, профессор читает. Даже элементарно надо школа проходить, или что-то, какая-то. Вот мы посадили, да. Если сделать так, вот так вот, как, допустим, железо затолзит, это не я изобрел, я изобрел другой, изобрел не тронутый дёрм. Садитель не тронутый дёрм. Вот это мое изобретение. А так-то все уже знают об этом. Но тут-то высыхает быстро, а корней-то там, как правило, с гулькин этот. И вот, получается, вот, профессор берёт, и говорит, вот всё, да, чтобы он не провалился. Земля будет усадку давать? Хохо убили, правильно убили, подвязали, как бы заякорили. Ну, скажите, что через месяц-два убрать вот эту вот самую бордюр, тих, чтобы видеть, лунка. В других местах написано, знаете как, лунка для полива. и у меня был случай, у меня есть эта фотография, а я сейчас второе найду, покажу. И вот моя статья про вот то, что я сейчас говорил. Целинная газета, и в углу вот такая большая фотография, огромная вот такая лунка, огромная, с залитой водой, ну, примерно так же, примерно вся моя, весь мой пафос, что вот этого нельзя делать, про холмы, про всё, но это текст, и посреди моего текста как нарочно, как назло. Чем она, опять, главный редактор думала, вот такая крупнейшая фотография мужика, а не меня, которая со шлангом, и эта ямка примерно вот такого же размера, переполненная по кромку бордюра, по самую кромку, а человек листает, он как увидел, и он, он читать не надо. Как это получилось, что? Что я из ахинеи пишу, на всякий случай поставлю стандартную фотографию, а люди разберутся. А что там разбираться, зачем читать? Всё на виду вот так же, как тут. И вот это вот так трудно себе дорогу пробивать. по 19 веку, вот 100 лет назад. Мне так было стыдно показать вам фотографию моего современника, причём мы знакомы, где он в своём клубе садовода опять вот это вот нарисовал. Не нарисовал, а перестал. Вот наша современность, ребята. совершенно не кра desserts. Попробуем наш канал, например, tomaré Попробуем из нее,